Всем привет, друзья, подписчики, с вами Крэш Паша, Паханчик, Пашульчик, вы меня знаете как Повелитель Баба Грэнни, там все делишки, но сегодня мы с вами будем играть в другую игрушку, которая называется Тактические Монстры. Да, вы мне много писали просто, что типа, ну, одна Грэнни, одна Грэнни, давай другие игрушки, типа мы хотим другие игрушки, ну, раз просили, то ставьте лайк и садитесь смотреть. Давайте вкратце, вкратце расскажу, что эта игрушка напоминает игру Героя 3, ну или вообще Герой Магии Меча, я не знаю, если есть такие старые подписчики у меня, они поймут. И сейчас вы посмотрите, давайте, приключения пройдем одно, так, просят улучшить у нас тут какого-то лучника, смотрите, сам прикол, то что вначале сыграем бой, чтобы вы поняли про что игра, А потом я вам покажу героев, персонажей, и самое главное, то что мне прислали в качестве подарка 30 тысяч гемов, кристаллов, 30 тысяч кристаллов это где-то 12 тысяч рублей, то есть вообще четко, дофига и так далее. Так, смотрите, у него есть какой-то большой лучник, а есть вот такой зелененький лучник, давайте стреляем, просто супер, он тоже нашего лучника стрельнул. У нас есть также чувак с щитом, смотрите, выбираем противника и выбираем как атаковать, супер, все, лучника нет, как и не было, но это приключение, опять же, ПВЕ, то есть и здесь как бы, как это сказать, ПВЕ, ну пока легкие уровни еще идут, дальше мы пройдем и будем сильнее. Это наш шаман, мол, на мифигачи, смотрите, просто 44, и у нашего лучника накопился супер удар, боже мой, я не знаю, что я сейчас сделал, наверное, вот это вот, просто 110 демеджа. И у этого чувака тоже супер удар, но он у него не дамажит сильно, он оглушает, оглушает чувачка, давайте со спины подарем. Удар щитом! Ну и, блин, у шамана, к сожалению, супер удара нету, давайте вот так, жаранем 88, просто похлопаем, похлопаем, спасибо, не за что, спасибо. И что мы выиграли? Так, дальше, что я говорю, мне прислали подарок на 12 тысяч гемов от ютуба, от ютуба? Привет, Сукреш, мотрово на драматурных сценах, чтобы проверить механику игры, получить доступ к новому режиму Esports, чтобы было более легко, дайте нам знать, команда содержит 10 тысяч забрать. Это типа мне, как ютуберу, чтобы я протестил игру вместе с вами, прислали гемы, вот, типа такого. И еще 10, просто 3 письма под 10 тысяч гемов, дайте посмотрим, сколько это в донате. Ага, да, на самом деле, эту игрушку я видел в плеймаркете, она очень популярна, уже больше миллиона скачиваний, как-то так. Вот сколько они стоят, интересно мне. А ну, 14 тысяч гемов стоит 6700, то есть нам гемов прислали на 15 тысяч рублей, вы че гоните? Это суперски. Вот, разработчики сказали, тесте игру, типа скажи нам, пусть твои подписчики сказали, че здесь не так, че добавить, поэтому, если вам она понравится, говорите, как бы, пишите в комментах, я пообщаюсь. Будем делать эту игру еще круче и играть в нее. На 30 тысяч гемов можно купить различные всякие прикольчики в магазине, сундуки, если здесь какой-то промо-набор тренера Миши, выгода Х5. А, это за бабки, за рубли, я хочу за гемы. Набор развития, вот, набор новичка, в гемах стоит, косарь гемов. Давайте посмотрим, что нам набор новичка дает. Сундук взрывается, 1700 баксов. Суперкарта какой-то, грифон! По-любому, с Героев 3 сперли. Харрисан, нет ни единого препятствия для Харрисана, королевского грифона, свирепый эндера позволяет ему всегда отвечать на атаки, высокая скорость может оглушить любого противника. Да, ребят, это сперли с Героев 3. Не, ну понятно, телефонная игра по мотивам Героев 3, чтобы было интересно. Билли! Здесь у каждого чувака свое имя. Илой. Кто еще тут? Какая-то девка такая прикольная, эльфийка синяя. Эльза! Милая девочка, Эльза, она всегда опасна. Если вы на нее нападете, она замораживает врагов, которых использует потом на уроках по созданию ледяных скульптур. Нифига себе придумали. Дальше. Какой-то огненный демон, боже мой, он такой крутой. Хеллбой, это Хеллбой, ребята. Они, походу, вообще-то всюду взяли карты. Кто это? Какой-то робот, роботозавр. Б-51. Б-51 работает на сборочной линии. Однажды кто-то увидел его и сказал, Эй, Б-51, не взорвись, если сделаешь что-нибудь не так в этот раз. Прикольно. Дальше. Какой-то самурай-скелет, боже мой. Так четко, набор новичка. Набу. И еще кто тут? Какой-то... Это с Доты 2, а какой-то гоблин. Доктор Волтер. Ну, понятно. С Варкрафта, точнее. Чувак с пилой. Дальше. Смотрите, рыба. Акула. Джакс. Акула. Правая рука. Посейтон. Невероятно живучий. Сильен в защите. Он выполняет всю грязную работу с помощью всем известного трезубца Посейтона. Мне кажется, ребят, что в этой игре также будет какой-нибудь чувак, которого зовут Посейтон. Смотрите. Землерой. Канар. Дракула. Эпическая карта. Давайте Дракулу хочу себе. Покупаем тоже Дракулу. Дракулу это понятненько. Там все делишки. Давайте забираем Дракулу. Супер. Просто. Мне так нравится открывать новые картишки. Откроется на 9, на 12, на 15 уровне. И здесь какие-то сундуки есть. Тайные. Золотые. Стальные. Мы их обязательно, ребятки... Так. Подарки. Какие-то не очень подарочные. Мы эти сундуки обязательно посмотрим, но... Как сказать? Потом. После пары боев. То есть сделаем маленький обзорчик. Это Грифон. Сколько его можно улучшить? Давайте. Раз. Смотрите. У Грифона есть свои навыки. Жизнь 154, урон 82, магическая защита 2, физическая 2, инициатива 59, мобильность 4. Навыки. Стальный клюв. Атакует врагов стальным клювом. Супер. И супер удар. Небесный удар наносит 150% демеджа. Давайте еще раз. Мы его на третий уровень прокачали. И открылся новый скилл. Рев Грифона. Вступая в бой, перед первым ходом повышает атаку союзников на 20%. Супер. Так, что-то мы денег много потратили. Короче, Грифон, мы тебя потом прокачаем. Давайте. Дракулу сколько стоит улучшить? 30. Ну, недорого. Удар вампира наносит 130 урона цели, превращает 50% нанесенного урона в здоровье. То есть, он реально сосет кровь. Сосун такой. Хеллбой. Нифига себе, он крутой прям. Как будто это легендарная карта или какая? Это эпический монстр. Кулаки. Адский кулак. Наносит удар врагу, причиная урон. И прорыв. Каждая обычно атака снижает броню противника на 20%. Просто ультра-мега-клево. Кого мы еще можем вкачать? Так, кентавра. Ну, короче, не будем пока вкачать. Эльзу посмотрим еще, что у нее есть. Заморозная стрева и ответный удар. Короче, если в нее стреляют, она сдачу дает. Так, акула. Сила Посейдона и бесстрашие. Короче, читать можно бесконечно. Давайте уже тестить. А ну. В бой. Кого мы берем с собой? Максимум можно 5 штучек выбрать с собой. Я хочу выбрать по-любому Грифона. Так, можно только пятерых, блин. Ну, а вот этого выкинем и Грифона возьмем, потому что мы его вкачивали. Ну и лучника выкинем. У нас есть Эльза. Эльза очень круто выглядит. И Хеллбой, конечно же. Вместо Шамана давайте. Шамана мы уже видели. Все, Новик. А еще Дракулы не взяли. Блин. Давайте Шамана. Грифона мы что, зря качали? Давайте. Блинский, блин. Все крутые. Давайте Набу пока уберем. А по сам Грифона. Все, в бой. Кстати, главное напоминать также Класс Лояль, потому что здесь карты есть. Это естественная как бы фигня. Адем в Грифона. Смотрите, он сразу просто, видите, у него мобильность 4. У него тоже Грифон есть, только у него 4, а у него 2 лох. Атака. Просто прилетать. Сожрал просто одним ударом, ребята. Мы походу перекачали его. Грифона наша. Хеллбой, что может сделать? Давайте со спины. В спину этой курицы. Опа. Блин, тут даже неизвестно кем бить. Эльза. Давай Эльза ударит у нас. Посмотрим, что она сделает. Посмотрим. Так, она чуть-чуть ударила. И зарубила нашу курицу. Просто от курицы не осталось нифига. Окей. Так. Какой-то сундук за 15 коронок. За 15 звездочек. 30 золота. 2 алмаза. Они нам так пригодятся как раз, когда у нас 30. Так, а режим PvP арены. Тут, короче, можно открыть квесты на 10 уровне. А на 15 можно открыть режим арены. Отправляемся. Так. Давайте тогда вместо Грифона протестим, наверное... А у нас еще какой-то робот есть, который мы не протестим. Короче, давайте набу возьмем. Тактика Monsters. Загрузка, агритические удары наносят больше урона. Ну, это как бы естественно. Смотрите, еще так прикольно пикает, пикает. Эльза вообще жесткая. Она сразу сдачу дает. Так, набу шестого уровня? А как я его так вкачал? Я даже не помню. Давайте подходим поближе. Конечно, это не тактично подходить. А они все лучники. Мне полюбовно к ним... Смотрите, как Дракула прикольно. Я так и знал, что он в форме мышей полетит. Опа. Эльзу пытаются убить. Они все ее хотят убить. Они ее сейчас... Суперударом? Нееет. Тебе, кердык, ты на меня суперудар сделал, да? Набу идет мстить. Просто, просто печень отрубил ему, мне кажется. Набу. Ой, хеллбой, давай кулачом его. Лицо разбил просто к черту. Дракула, давай, в действие. Прилетает и... Нифига себе, он ему под почку заехал ножиком. Ха-ха-ха. Вообще, они просто ультра жесткие. Ну, понятно. Это набор новичка какой-то... Не новичковский совсем, ребятки. Мне кажется, он сильно жесткий. Так, два грифона. Давайте теперь затестим... Вместо Эльзы робота вот этого. И вот этого робота тоже затестим. Вместо... Акулы. Все, новеньких у нас пока никого нету. Давайте посмотрим. Смотрим. Супер. Смотрим, смотрим, смотрим. Ой, грифон, зря ты подошел так близко. Нифига. Ты решил робота ударить? На тебе в почку. А, это этот. Сзади такой пилой подошел. Что робот как-то мало ходит совсем. А здесь кусты нам не дают пройти. Видите, здесь вот только один проход здесь справа. То есть вот здесь. Ну, грифон сам, наверное, сейчас прилетит. А что у него? Какой выбор? Так, а ну. Кстати, здесь есть тактика. Можно, например, нажать на часы. И типа, часы сохраняют ход. А можно нажать на щиток. И щиток увеличивает защиту. Ладно, хеллбой. Давайте разберемся вот так. В печень ему. Опа. Просто разбил. Разбил курицу лицо. Четко. Так, мы у всех протестим. Давайте купим один сундучок. Крутой который. Где здесь в сундуке? Это рупор какой-то. А дискорд какой-то. Здесь куча бонусов. Посмотрите. Набу. За вход в игру. Так, это аукционные предметы всякие. Набор развития. Всякие режимы. Здесь есть поля испытаний. Партизанская война. Башня сражений. Просто названия такие уматные. Прям хочется уже попробовать. Помощь есть для... Для нубиков. За просмотр видео можно бабки получить. Прикольно. То есть они... Донатом вас не душат. Они, короче, это... Донатом вас не душат. Дают возможность заработать бесплатно. Так, собран. Смотрите, тут всякие чипзики есть. Смотри, вот этот дракон прикольный. Рэмбо. Они дракона Рэмбо назвали. Топот. Взмах. Дыхание огня. У него что-то маленькие характеристики. Кто здесь еще есть? На принца похож, чувак. Сэр Ламрак. У него какие-то глаза, знаете, недобрые что-то. Смотрите, какие-то феи есть. На Тига. Это типа Мирана. Мирана из этого, из Доты. Что это? Молитва. Увеличивает инициативу на 5. Урон на 15%. Короче, вообще, у каждого свои уникальные способности. Мне это так нравится просто. А, это все, кого мы можем открыть сейчас. Это типа Грут. Только его затрут. Они за этим маскируют. Волк. Рауль. Ну, это опоротень. Смотрите. Что у него за скилл есть? Заражение. Наносит 150% урона врага. Навык бьет без промах. Не может быть контратакова. Он может преодолеть препятствия для наисения. То есть, он прыгает через кусты. У него очки еще такие модные. И бешенство. Обычная атака. Получит 30% шанс заразить врага бешенством. Зараженный враг будет атаковать любого ближайшего монстра. Я понял. Четко. Так, здесь есть сундучки. Хочу крутой сундук открыть. Помощь. Монстры. Куда вы сундуки засунули? Подарки. Карты. Месячная карта. А вот, первая покупка кристаллов. Понятненько. А вот они, сундучки. В тайном сундуке содержится одна легендарка по-любому. А в этом шанс 10% на легендарку. А здесь 0% шанса. Давайте постараемся здесь легендарку выбить со 100% шансом. Так. Какая-то девка на пантере. Четко. Это Санка. Санки. Санка. Сосанка. Так, Канар. Билли. Новая карта. Какой-то монстр. Четкий. Горилла. У которой зубы больше, чем у меня, блин. Полковая баба. Полковая баба. Дракула. Хеллбой. И... Доктор Уолтер. И... Легендарка. Это чужой. Ребята, это чужой. Против хищника. А его так и зовут. Просто. Просто чужой. Офигенно. И дракоша, которого я хотел себе. Просто супер. Ребята, это просто лучший сундук. Конечно, он стоит миллион... Миллион бабок. И... Конечно. Но все равно. Давайте затестим. Я хочу эти карты выбить. В смысле, затестить полностью всех. Давайте. Чужой. Вместо... Вместо доктора Уолтера. Это легендарка же? Оно. Да. У него... Мне интересно, какие у него навыки. Пожирание. Наносит 160% урона. Если удар убивает цель, поглощает ее, восстанавливает здоровье. Повышает урон. А также... А, ну бьет... И... Кислота. При получении урона забрызгивает соперника кислотой на два хода. Забрызганные сопроводники получают на два... Просто это... Это... Это вообще жесть. Я понял. Легендарки, они вроде бы у них просто... Уровень заранее... Заранее уровень больше, короче. Типа... Ну вы поняли. Так, дракошу хочу. Давайте вместо драку... Не, вместо... Вместо робота, по-любому, он какой-то вообще медленный. Дракон девятого уровня? Да блин, информация давайте. Редкость дьявольский монстр, я не понял. Чужой? Информация. Чудовищный монстр. А, типа это дракон легендарка? То есть, это не чужой легендарка, а дракон? Офигеть! Просто, просто... Он сейчас всех порвет, ребят, отвечаю. И вот мы выбрали какого-то чувака. У него есть удар какой-то сильный, сотрясение. Короче, пофиг. Берем его. Использовать вместо... Вместо дракула. Вместо хеллбоя. Использовать. И вот эту тетку тоже используем. Как ее зовут? Санка! Что это за удар? Барабан смерти. Атакует врагов в радиусе двух клеток ударной волной. То есть, это сплэш! Блин, что я сделал? В бой. Все. А там один хеллбой, ребят, в противниках. Вообще. Мы полчаса собирали, чтобы увидеть хеллбоя. Давайте щиток. Санка. Щиток. Дракон. Часы. Чужой. Часы. Набу. Щиток. Хеллбой, ты что гонишь? Хеллбой вообще как-то это... Мало прошел. Давайте всем щиток. Я чисто хочу сейчас чужим ударить. Часы и чужой часы. Набу. Щиток. Тактика. Вообще тактика. Чисто завалить чужим его. Давайте сзади так. Офигеть. И дракон добивает, короче. О, смотрите. Он еще на две клетки бьет. Это реально легендарка легендарная. Просто выбил легендарку. Это офигенно. Давайте дальше. Здесь уже побольше врагов. Можно затестить всех. Но я сейчас хотел именно дракона. И именно этого. Ох ты, грифон какой. На санку напал? Ты что? Угу. Так. Вот этого чувака давайте затестим. Давай. По гриве. И чужой, смотрите, сейчас... А не, чужой не сожрет. Это пожирание нужно. Не, санка какая-то слабовата у нас. Она барабаны свои делает вонючие только. Ну, дракон это легко. Ну, ладно. Давайте драконом. Вот так, со спины. Просто, просто это не описать, ребят. Он такой жесткий. Так, Набу, ну ты неинтересный. Мы тебя уже выбили. Санку забили, боже мой. Так, у чужого пожирание еще закрыто. Блин. Обидно. А здесь скиллы набиваются, если вас бьют. То есть, если вас бьют, у вас набиваются скиллы. Видите? Энергия. Давайте поближе дракончикам подлетим. Просто. И чужой. Блин, у него нету ничего. Набуть, я тоже пропускаем. Блин, напал на вот этого бича. У него суперудар открылся, кстати. Смотрите. Заряжай. А что он делает, кстати? Можно прочитать? Блин. Фак. Я суперудар просрал. Дракон, давайте двоих забьется. Смотрите. Сейчас двоих убьет, да? Реально просто. Так, чужой не мод пожар. Давай чужой убежит. Блин, его сейчас убьют. Фак. У дракона суперудар зарядился. Смотрите. Топот. Просто это такая жесть. Это такая жесть, ребята. Блин, дракон. Открыты задания. Позже давайте. Окей. Давайте. Как задание открыть? Оно. Как теперь задание открыть? Мы их открыли. Это задание? Нет. Это задание? Нет. Нет. Вот задание. Награда за привязку в фейсбук. 200 гемов? На халяву? Введите свой электронный адрес. 200 гемов. Просто. Они за вас информацию собирают про вас и платят бабки за это. Присоединяйся к нам в ВК. 20. Ну, в принципе, задание прикольное. Стальной мини-сундук дадут. Тут три картишки есть. Короче, ребятки, игра очень классная. Мне прям понравился этот дракон легендарный. Чужой понравился. Просто. Это люто классно. Клясно. Клястенько. В общем, если вам игрушка понравилась, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, если вы еще хотите такие серии. Ну и по ссылочке в описании можете, конечно, скачать эту игру. На самом деле был Крэш. Паша. Всем спасибо. И всем пока. До свидания. Пока-пока. Пшшш.